Я тут лекцию по истории слушал, говорит Арсений, и узнал, что разнос вермахтом Франции имени Люкса не был так очевидно легок, а был очень рискованным. Он был рискованнее операцией Брабароса. Во время операции, как она называлась-то, Господи, Гельб у нас, да? Нет, Гельб это у нас Польша, а была... Нет, подождите, я забыл. Я забыл, как она называлась у нас. Операция по... Значит, да, Гельб, все правильно, Гельб, да. Значит, Польша это Вайс, по-моему. Ну, не важно. Вот. Дело в том, что там огромные механизированные силы, ну, собственно, основные механизированные силы Германии, да, вот танковая группа, впервые была сформирована в истории человечества, танковая группа, она была запихнута буквально в одну, ну, там, в одну-две горные дороги, которые шли через Орден. И огромное количество танков, бронетранспортеров, значит, топливозаправщиков, грузовиков с солдатами должны были пройти по этим двум дорогам буквально. Если бы французы разгадали заранее, да, этот маневр, и эти две дороги элементарно там просто разрушили бы, то, в общем, немецкое вторжение пошло бы по совсем другому сценарию. Вряд ли бы Франция казалась способна, хотя, на самом деле, у французов было очень много и танков, и линию Мажино, немцы ее обошли, вот, но сама по себе линия Мажино была, значит, фортификационным шедевром. Вот, у них было полное господство на море, у них, в общем, была очень хорошая ситуация с авиацией, ведь на самом деле никогда за всю историю Люфтваффе не несло такие потери, как в первые дни вторжения во Францию. Я сейчас уже не помню точную цифру, но там что-то было потеряно около тысячи самолетов буквально за первые дни, да. То есть, на самом деле, конечно, если бы вот не эти две дороги, вполне возможно, что война пошла бы по другому сценарию. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, также можно сказать, что в Первой мировой войне, если бы Кайзер не испугался русского вторжения в Восточную Бруссию, которая, как известно, была подавлена Людендорфом без использования каких-то дополнительных сил, если бы он не испугался и не перебросил два резервных корпуса из наступления на Париж на Восток, то вполне возможно, что немцы бы выиграли, скорее всего, даже выиграли бы битву на Марне, скорее всего, они смогли бы взять Париж, и тогда Первая мировая пошла бы совсем по другому сценарию.